Всем привет! Спасибо, что зашли ко мне в гости. Меня зовут Юля Прелл и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы будем делать обзор на новую палетку от Вейна Госса, того самого известного на ютюбе визажиста. Палетка самая красивая, невероятно красивый дизайн, стоит она 55 долларов и она вышла с такими нюдовыми оттенками. Люди начали думать, почему же эти оттенки такие обычные, почему они такие скучные? Но нужно понимать, что Вейн Госс это тот человек, который ориентируется на именно более старшую аудиторию, то есть женщины 40+. Именно поэтому, когда он создавал эту палетку, он учел пожелание, чтобы она подошла всем и чтобы у никого не было проблем с растушевкой. И когда вы открываете ее, здесь, конечно же, идеальное зеркало, в котором вы можете увидеть почти все, даже ваши поры, все, что вы хотите по сути. Это нюдовая палетка, которая может пригодиться вам не только при создании дневного легкого макияжа, но и если вы добавите чуть больше, допустим, черного цвета, больше спарков, то, конечно, это уже будет такой хороший вечерний экстравагантный макияж. Эта палетка от Вейна Госса доступна только на Бьюти Лиш, и если вы живете в Штатах, то она к вам приедет буквально на следующий день, то есть настолько у них быстрая доставка. Насчет упаковки, когда к вам приезжает посылка с Бьюти Лиш, это просто отдельная история, настолько много эстетики в этом, я сейчас вам покажу, как я открывала ее, невероятно красиво, и ты понимаешь, что ты заплатил за это деньги, и это стоит того, вот прям закажите что-нибудь с Бьюти Лиш, и вы поймете, насколько это все красиво приходит к вам. Первое, что бросается в глаза, когда вы открываете эту палетку, это то, что здесь имеется шесть оттенков, очень большие рефилы, то есть они реально как пол моего пальца. Также очень интересен факт, что здесь всего лишь два матовых оттенка, все остальные у нас шиммеры и вот один такой спаркл. Понятно, почему Вен Гос пошел по этому пути, потому как он таргетирует именно взрослую аудиторию женщин, 40+, у которых нет особых навыков заниматься растушевкой или наносить эти матовые цвета, делать так, чтобы они нормально легли на века, и поэтому он решил пойти по более тукому легкому пути, спарклы, потому что спарклы очень легко наносить, красиво смотрятся, при этом без каких-либо больших усилий. Упаковка этой палетки, она интересна, так же, как и с Hourglass, вы когда тарагивались за нее, ваши пальцы, естественно, везде отпечатывают, сейчас почему-то все бренды делают упаковку, где ваши пальцы отпечатываются, к сожалению. Ну что, пришло время протестить, посвочить нашу палетку, перед этим я хочу сказать вам, ребят, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, это будет очень приятно с вашей стороны, всевозможные лайки и комментарии очень помогают не только продвижению канала, но и мотивации делать гораздо больше видео для вас. Ну что, ребят, вот так у нас получилось посвочить эти оттенки. Они невероятно шелковистые, очень приятно, когда тени дотрагиваются до вашей кожи, они очень мягкие. Насчет пигментации могу сказать точно, что у меня вызвал вопрос черный оттенок, потому что он неоднородно свочится, и значит ли это то, что он будет также смотреться на веках. Мы это посмотрим, мне очень понравился оттенок вот этот, вот четвертый оттенок, просто бомбический, потому что этот оттенок, он имеет в себе большое количество блесток, он как будто бы влажноватый, и просто одно удовольствие было видеть, как он красиво просвочился. Ну что, ребят, хватит нам уже болтать, и давайте уже перейдем к туториалу. На моих веках уже есть, кстати говоря, праймер, я всегда использую праймер от Urban Decay, потому что он базовый, и он не липкий, как, допустим, если сравнивать с праймером от Keto Van Dyke, вот он прям реально липкий. Мне хочется взять сначала оттенок вот этот, под номером 01-03. Мы используем кисточку от Morphe M456, чтобы нанести сначала шелковистые и красивые тени на все века. У этих теней невероятно красивый, естественный блеск, и это очень хорошая основа, чтобы сделать полностью макияж, начиная с более светлого, идя к более темным. И следующий оттенок из этой палетки, который так и манит попробовать его, это вот такой шиммер, невероятно красивый коричневый оттенок. Нанесем мы его прямо на вот эту часть глаз, и мы вбиваем этот оттенок в наш первый шиммер, который очень почти незаметный. Сразу видно, насколько тени хорошо растушевываются, без проблем, не залипают, ничего такого нету. Я думаю, что это как раз такой момент, когда ты понимаешь, где есть качество и за что ты платишь такие деньги. Я хочу взять вот такой матовый коричневый, чтобы оформить нижнее веко. Моя самая любимая часть любого макияжа – это оформление век нижнего века, потому что сразу взгляд меняется. Чувствуется, что этот оттенок очень вельветовый по своей текстуре. Теперь мы хотим немножко затемнить уголки глаз с этим более темным оттенком. Такой летний вайп получается в макияже у нас сейчас, мне так видится. Мне уже нравится, как эти тени играют на глазах. Если честно, если у вас карие глаза, темные глаза, то эта палетка вам непременно понравится. Вы получаете такой классный пигмент, что-то вроде Наташи Динона, но у Динона, конечно, гораздо более пигментированные тени. То есть они прям супер пигментированные. Эти, они идеальны. Теперь я хочу взять, опять же, наш матовый коричневый. И нам это нужно для того, чтобы наш образ, наше лицо казалось более скульптурным, но с более тоненьким. Это у нас еще не конечный лук, потому что нас ожидает нанесение якобы подводки с использованием черных теней. Если честно, я думала, стоит ли мне брать новые карандаши от Вейна Госса. Долго думала я, но в итоге почему-то я решила их не брать, потому что у меня, ну, хорошее количество карандашей и в доме есть. Допустим, недавно я делала обзор на Патрик Старо Бан Сайз, и у меня есть его отличный карандаш, который в коричневом цвете. И он, ну, как мне кажется, будет работать не хуже с этой палеткой. Вообще, Вейн Госс говорит, что этот черный цвет, он настолько универсальный, что вы его и можете использовать как для растушевки, так и для линии ресниц. Но большинство же людей говорят, что он лучше именно для линии ресниц. Очень красивый пигмент, такой живой матовый. Хотя это матовый, но это очень живой цвет. Моё мнение такое, что он мог сюда положить любой совершенно другой оттенок. Почему именно черный? У меня во многих палетках есть черный оттенок, но я чрезвычайно редко к ним когда-либо чинусь рукой. Дальше я хочу использовать вот такой, да не знаю, кирпичный оттенок, чтобы сделать наш образ немножко более разнообразным, потому что у нас все коричневое-коричневое. Вау. Сразу, видите, немножко берете этого оттенка на кисточку, бум, пигмент тут же появляется. Но не какой-то сумасшедший. Проведем, чтобы сделать форму глаза нашего более красиво выглядящей. Я возьму немножко коричневого оттенка также, чтобы доделать форму. И, естественно, мы не могли не забыть про вот этот вот потрясающий оттенок, влажный, красивый спаркл, который невероятно красиво свочится. Я хочу нанести его в уголки глаз, чтобы посмотреть, как это все... Вау. Сразу, сразу видны хорошие такие блестки. Ооо, мне так нравится это уже. У меня кисточка от Morphe M124. Чтобы распределить это все как надо. Конечно, пигментация, огонь, ничего не щипет в глазах, это тоже очень важно. Он прям такой конкретно мокрый. Обожаю такие оттенки. Я нанесла этот оттенок в уголки глаз и немножко продолжила его вот сюда, чтобы создать такой натуральный эффект естественного блеска летнего. У него мягкий блеск, и он супер влажный. За такими оттенками очень многие гоняются. Как раз-таки я понимаю, почему. На ресницы я хочу нанести какую-нибудь тушь. У меня нет, наверное, настроения сегодня нанесить какие-нибудь ненастоящие ресницы. Надеюсь, вы меня это простите. Я хочу нанести вот такую тушь от Marc Jacobs Beauty. Это их новая тушь. Дает хороший эффект, таких как накладных ресниц, но он очень натуральный. Чем больше вы накладываете слоев, тем она будет тоже гуще и эффектнее смотреться. В качестве помады я даже не знаю, стоит ли мне оставить мою розовую помаду или нанести что-то более такое нюдовое. Я, наверное, возьму помаду от Патрика Та. Невероятно красивая помада, она очень тоже кремовая. И я нанесу ее поверх этой, чтобы создать такой дополнительный эффект пухлых губ. Как раз таки то, что нам нужно было. Легкий нюдовый оттенок, немножко коричневатый. Божественно. Последнее. Мы хотим посмотреть, можно ли использовать самый светлый оттенок, который мы использовали как базу под тени в качестве хайлайтера. Это дает мне очень легкое свечение изнутри. Напоминает чем-то даже как хайлайтер от Hourglass. Очень схожая текстура. Здесь очень много хайлайтера уже. Определенный этот оттенок может использоваться как хайлайтер тоже. А также оттенок, который темно-коричневый, как бронзер. И теперь пришло время отзывов и предложений, так сказать. Палетка мне понравилась. Я считаю, что она хоть и дорогая, 55 долларов за 6 оттенков. Ну, камон. Эта палетка, она для более такой взрослой аудитории, более взрослых женщин. Она очень легкая, очень минималистичный дизайн в ней. И она красиво смотрится. В этой палетке имеется 16,2 грамма теней, в общем. И здесь невероятно гигантские рефилы с тенями, что очень классно, потому что вас их хватит на очень долгое время. Это 100%. Уникальна ли эта палетка? Я скажу, что и да, и нет. Потому что эти цвета вы можете найти совершенно в любых палетках. Они у вас есть дома, я уверена. Даже сравнивая с той же самой Наташей Диноновой, которой огромное количество очень красивых, интересных коричневых оттенков. Но их здесь больше. А она стоит гораздо меньше, сравнивая с этой палеткой, за то, сколько цветов вы получаете здесь. Здесь дело именно в качестве. Потому что такую качественную палетку очень сложно найти в наше время. Да, она стоит 55 долларов, но она стоит своих денег, потому что в ней есть качество, в ней есть продуманность. И цвета, они себя хорошо ведут. А это то, что, наверное, все мы так хотим в 21 веке. Не танцевать с бубном и, в общем, сделать свой образ за 5 минут и уйти гулять. Поэтому мое мнение, эта палетка стоит вашего внимания. Вы не будете разочарованы этой палеткой от военной госсо ни разу. Она стоит своих денег. Ваша рука будет к ней тянуться каждый день, когда вы будете делать какой-нибудь дневной макияж. И это очень круто. Надеюсь, вы увидели все образы из этой палетки, которые вы хотели увидеть. Надеюсь, вам понравилось. Кстати, вы можете написать в комментариях, что вы хотите еще увидеть в следующих видео. Или, если вы хотите увидеть гораздо больше образов с этой палеткой, я все это читаю. Я приму к сведению. И, кстати, ребят, пожалуйста, не забывайте подписываться, а также ставить лайки на мои видео. Таким образом, я получаю невероятное количество мотивации, чтобы делать гораздо больше интересного контента. Когда дело касается бьюти-индустрии, я это обожаю. Надеюсь, я посылаю вам нужную энергию отсюда, где я сейчас сижу. И да, я вас всех люблю, дорогие мои подписчики. Не прощаюсь. Скоро увидимся. Всем пока!